Всех с праздником! Всем самого доброго, девочки! Счастья, любви, здоровья, женского благополучия. И самое главное, считать, что если нам уже довелось родиться женщинами, что мы уже главный приз природы получили. Ну, что я могу сказать? Переезжаем мы. Невозможно вообще было спать ни мне, ни мужу, ни ребенку, ни маме. Никто вообще не спал. То есть не было сна. Решила я поотжигать свечкой. Обычно церковной свечой. Я вам сейчас покажу, что там у меня отожглось. Такого, но я думаю, вы точно не видели. Меня, конечно, позабавило. Ну, сегодня уже сон был получше. Так вот, свеча, она коптила избирательно очень. Но даже дело не в этом. Я прекрасно понимаю, что вот такого типа свечи... Вы сейчас спросите, чего в туалетной бумаге у тебя свеча? Я сейчас вам объясню. Когда вы делаете отжиг свечой, капает воск. И для того, чтобы вам на пальцы ничего не попадало, нужно взять хоть туалетную бумагу, естественно, чистую, хоть салфетку, что угодно. Сделать дырочку. И это все останется вот здесь. Вот. Значит, вот такая вот форма получилась, оплывка на свечи. Ну, я явно здесь вижу лицо. Я вам крупно сфотографирую. Вот явно профиль лицо с длинной такой бородой, с носом. В этой квартире, вот сегодня мы общаемся со старожилом, вообще никто и не жил особо. Вот такая квартира, в которой никто не жил. Ну, может быть, не жила, а может быть, просто вот никому не нравилось. Но я сделала все, что мне посоветовали мои подписчики. Я шумела посудой, стучала ногами, говорила, я здесь хозяйка. Я отожгла свечой. Я задобрила домового. Правда, помимо молока и помимо, ну, стандартного набора, почему-то вот моему ребенку пришла в голову мысль конфетами, задобрить его. Ну, одну конфету положили в комнату, муж у меня ее съел. Сказал, домовому понравилось. Не, на самом деле это все не смешно. И старайтесь такого не повторять. Но пока все с квартирой очень странно. Единственное, я могу сказать, что до того, как мы на ней остановили наш выбор, нам попадались очень странные арендодатели. Значит, была монахиня. Вот представьте себе, женщина-монахиня. Квартира, ну, планировка очень такая, ну, не моя. Знаете, вот когда вот одна квартира, одна комната, извиняюсь, потом вторая, потом третья. То есть такой вот фургон. То есть проходные все три. И если вы захотели ночью пойти там в туалет, искупаться или еще что-то, то вы должны проходить всю эту полосу препятствий. То есть все комнаты. Вот. Ну, в общем, она почему-то, монахиня, увидела меня и говорит, все, этой девочке я хочу сдать квартиру. Квартира намоленная. В квартире проводились собрания. В квартире проводились службы. В квартире, в общем, церковная, намоленная квартира. Везде иконы, везде вся вот эта атрибутика. Я говорю, да ну, говорю, нам дорого. Что вы? Ну, я же не скажу человеку, что квартира отстой, что я не хочу. Но мне неудобно. И вообще сложно мне такие вещи говорить. Нос в лоб человеку. Она говорит, вот вам на тысячу уступлю. Потом звонит Маклер и говорит, слушай, она вам готова ее даже в два раза дешевле взять, но именно, чтобы ты заселилась. Вот, люди, вот скажите, вот что это такое? Это закон единства и борьбы противоположностей? Или она вот ощутила вот эти вот энергии, которые у меня есть? Или это действительно мне был знак, что мне нужно было туда заселиться. Что называется, осветиться полностью. Я не могу понять, почему она эту квартиру именно мне хотела и долго очень хотела, чтобы именно я туда заселилась. Как бы мне там работалось, это другой вопрос. Но само вот это вот ее желание, чтобы именно я, вот до этого куча людей предлагали. У нее хороший район, хорошая транспортная развязка, квартира трехкомнатная. Ну, вот это меня, конечно, очень удивило. Вот такой был случай. Потом, что еще? Была квартира, в которую мы пришли, и там все падало само. Вот ты идешь, смотришь, там хопа, падает. То есть реально нужно было все мне это записывать на камеру. Очевидно, невероятно. Реально, ну, вы такого бы не увидели. И вот еще ко мне пришла в голову мысль вообще позаписывать побольше вот мистических мест города Львова. Насколько вам это интересно? Есть вот такой дом, в котором жил епископ. Он уехал, и никак его не могут продать. Вернее, не дом, а квартира. И нас даже обещали туда повезти, показать там по ночам, как будто бы плачут дети. Вот так вот скрипят половицы, звук, как будто бы плачут дети. Якобы не крещеные, умершие дети. Но, опять же, я вот пока сама это не увижу, я скептик, в принципе. Вот, я бы хотела бы посмотреть такие места. Какие-то такие есть проклятые места, дома. Вот такие репортажи, я думаю, будут интересны. Или, может быть, такие места еще можно поснимать, там, где, наоборот, очень хорошая энергия. Там, где притягивает здоровье, деньги, везение, любовь, счастье, все на свете. Я постараюсь что-то такое поснимать. Что еще хотела рассказать? Еще я вам покажу, что я сегодня забираю, что у меня осталось на десерт, какие карты, книги, какая вообще атрибутика, что я еще не забрала. Скоро покажу. Забыла, пока склероз меня не одолел, показываю вам вот, что было на оплыве свечи. Я не знаю, насколько вам видно. Тут реально вот лицо, глаза, нос, борода. Вот человек в профиль смотрит, что называется, влево. Вот вы это видите. Человек с бородой, две губы и нос. Камера не очень хорошо фокусируется. Я сейчас на телефон записываю. Но вы должны увидеть. Я даже подожду. Вот оно реально как лицо. Как лицо в профиль. Вот. Но я, допустим, такого давно не видела. Я и здесь отжигала квартиру. Ну, в принципе, не особо это и нужно было. Но то такое я не видела. И в целом вот как форма молотка или косы. Видите? Ну, в целом, если на саму свечу. Я еще попробую почистить. Может быть, еще квертами почищу. Ну, солью это само собой. Ну, квартира, конечно, особенная нам попалась. Ну, посмотрим. Вот. Ну, иду собирать вещи и покажу самое интересненькое. Такая огромнейшая багажка, как их принято называть. Вот такие книжки кидаю. Волшебное царство фей. Дорин Верчи. Очень классная книга. Это не такие шикарные цветные изображения. Очень она мне нравится. Может быть, на эту книгу сделаю отдельный обзор. Потому что мне попросили по феям дописать видео. Я должна была сделать о всех феях по картам второго обзора. Но мне так задизлайкали то видео, что у меня вот все желание отпало. Знаете? Вот, когда, например, вот есть настрой, есть желание, а потом хопа, и я не дозаписала еще две части видео. Но нужно это исправлять. Вот такую книжку беру. Образы и метафоры. В интегративной гипнотерапии Леонид Кроль. Леонид Кроль тоже очень интересная. Потом беру, у меня остатки есть. Энциклопедия Таро. Я просто сделала в переплет. У меня здесь не все номера. Это некоторые номера, которые мне отдали вместе с картами. Есть у меня небольшая коллекция карт. Энциклопедия Таро. Почему не все и какие есть. Если нужно, запишу отдельное видео. Вот такая пока еще нам тоже у меня есть. Я люблю бумаги. У меня такое ощущение, что вот когда я в бумаге что-то вот получаю, мне нравится. Вот эта энергия вообще бумаги, дерева. Вот такой Евгений Колесов. Астрология для астрологов. Шикарная книжка. Всем советую. Вот такая. У меня достаточно много по астрологии. Просто, знаете, как-то вот руки не доходят. Все это позаписывать. Да и комнаты, честно, не было своей. Я в кухне все записывала. А сейчас у меня отдельная комната. В принципе, может быть, будет времени, возможности больше писать для вас. Энергия женщин творим мира. Мне подарил Олег из магазина Миссаст Хозяин. Магазин эту книжку. Вот такой вот приятный подарок от него. Ей уже года четыре. И очень интересная книга об архетипах женских. Мне очень она нравится. Конечно, в какой-то степени она похожа на другую книгу. Я вам в ссылке забыла сейчас фамилию автора. Покажу. Но, тем не менее. Вот такой еще хит-монстр. Практическая астрология тоже. Дальше. Кого еще я беру? Нравится мне Бедненко. Вот чтобы люди бы не говорили, Бедненко тоже беру. Шестопалова люблю, беру. Мастер сказок Зинкевич тоже беру. Еще Шестопалов. Удобно я хоть снимаю. В сумке еще не приходилось багажку снимать. Вот такая книжка талисманов. Несмотря на ее какую-то глупую картинку. Знаете, как будто бы с мультика что-то. Очень интересные амулеты. Талисманы обереги. Книга такая, еле живая. Наладан дышит. Но 97-й год, извините. Книжке уже, слава богу, 20 лет. Очень интересные есть вещи. Есть по растениям, по знакам зодиака. Ну, это так. А есть очень интересные здесь реальные амулеты, которые нужно из церемониальной магии. Очень вот такие есть всевозможные. Если нужно, будем что-то пробовать вместе. Я расскажу, как я это делаю. Как использую. И я ее купила, да, за 20 гривен. На раскладке книжной. Ну, вот такая у меня по прекрасным существам. Есть у меня такой оракул. Прекрасные существа. И, соответственно, вернее, это не оракул, а таро. Я называю оракул. И вот такая книжечка, МДКшка. Ну, и сами колоды, которые у меня остались, я не забрала. Поволь. Роща фей. Вот такой закон притяжения. Уже старенький-старенький закон притяжения. Так, дальше. Драконы. Кстати, у меня дракона хочет продать моя хорошая подруга Светлана. Они у нее абсолютно новые. Все по символической цене. Новые в пленке. Если нужно, напишите мне. Я дам на нее контакты. Вот такие вот Марсель. Тоже старые, замечательнейшая колода. Издание Мюллер, если я не ошибаюсь. Шикарная Марсель. А, нет. Вру-вру-вру. Люди, это Пятник. Пятник. Шикарный старенький Марсель. По Марселю весь у меня литература. Нравится мне изучать эту систему. Я себя в ней докой не считаю. Детская во втором. Но, все, как говорится, впереди. Так, варга моя. Кто не видел, вот у меня варга есть. Вот у меня вот такой есть Тигран Тетейла. Кого еще показать вам? У-у-у. Я вам не показывала это, люди. Второй. Люцифера у меня есть. Шикарная. Первая редакция. Первая. Они вообще, они великолепны. Я всем советую ее. Даже тем, кто вообще далек к этой магии. Вот в таком мешочке хранится красивом. Это подарок. Мешок от Наташи Васаби. Если она не смотрит, передаю ей привет. Второй секретов у меня есть. Куда уж без него. Второй. Дюрера есть. Куда уж без него. Еще с тех запасов, когда хорошее было качество. Таро Ангелов Темных есть. И Юлина книга тоже есть. И мне ее книга, кстати, приносила удачу. Я несколько раз брала ее на дело, и она меня выручала. Вот так. Союз Богинь. Вот такую колоду у меня моя подруга Света тоже продает. Тоже новую в пленке. И хочет их вместе с Таро Красных Драконов продать вместе. И за вообще смешную цену. Там копейки. Просто символическая цена. Здесь у меня сказки в Тиаровой хранятся. В таком вот мешочке красивом, вышитом. Тоже очень красиво, этнический. По-моему, с Индии даже приехал мешочек. Но он очень-очень прикольный. Все вышито. Если нужно, я буду подробно вам снимать еще по каждой колоде. Вот такая у меня Джейн Устин есть, конечно же. Куда без нее. Так. Ну, люди. Это еще не все карты. Если вы думаете, что это у меня все, то не все. Таро Сердец. Вот такое забираю. Таро Гарри Поттера. Вот такое забираю. В коробочке. В карабинце. Вот оно. Вот такое. Очень люблю Таро Хэллоуин. Оно у меня работает вообще классно. Мне оно очень нравится. Могу подробно про него снять. Рассказать, почему я его люблю. Гномы мои. Тоже их люблю. Ценю. Дорожу. Старенькие. Причем у меня гномы даже не Лоскарабеи, а Анковские. Я их купила. Я не знала, что это Анк тогда еще. Им лет и лет. Они уже совсем такая старенькая. Но работают хорошо. Я их люблю. У меня есть Лоскарабеи мини-гномы. Оригинальные. И вот такие Анковские. Не жалуюсь. Геи мои. Геи вообще отличная колода. Вот знаю, что Юля Сагали их очень любит. Она, в принципе, всех на них и посадила, на геев. Как бы это странно ни звучало. Хорошая колода. А здесь у меня живет маленькая Ленорман, которую мне подарили. А это Ленорман Евгении Таро. Вообще супер красивая. Вот метла. Видите, сейчас я буду убираться. И не зря выпала метла. С очень таким красивым золотым покрытием. Очень классная Ленорман. Если нужно, сделаю на нее обзор. Хотя, в принципе, хозяйка колоды все, что могла, уже про нее сказала. Но, тем не менее, если нужно, еще послушайте мою версию. Потому что всегда интересно, когда кто-то другое рассказывает. Что еще? Вот такая очень классная у меня книжка Назарова «Медицинская астрология». Очень она мне нравится. Всем очень ее советую. Дальше. У меня, люди, еще была такая ситуация. Просто пока собираю, рассказываю. Когда я на мусорнике нашла, вот реально, на мусорнике конспекты по 78 дверей. Но я показывать не буду, что там. Я свои мысли пишу иногда. Так вот. Нашла огромный пакет с книгами. Это было полтора года назад. Книги были все на русском языке. Это при том, что город-то в основном украинский, львов. Но тем не менее. И книги были все по эзотерике. Вот хотите ли вы такое видео по книгам, которые просто вот ко мне кто-то или что-то прислал. Я их с мусорника все забрала домой. Ну и, может быть, хозяин умер. Может быть, знаете, перерос, собственно, эти книги. Ну, я их взяла. А этот диск мне тоже подарили. Магическая музыка вот такая для медитации. Очень-очень спокойная. Я люблю такие вещи. Я люблю слушать музыку. Я люблю вообще через уши информацию воспринимать. Так что, если нужно, я видео по книгам, которые были найдены, обязательно запишу. А вот эту колоду Таро мне девочка подарила очень хорошая. Лизочка. Елизавета Тутова. Обалденная книга. Таро. Это именно Таро в стиле аниме. Очень-очень интересная. И тоже, если нужно, я сделаю на него обзор. Очень редкая. Ну, я во всяком случае такое не встречала в свободной продаже. Так, что еще? Ну, куски воска забираю. Для отливок, для такого. Это, я думаю, никому особо не интересно. Домохозяйки. Естественно, куда без них. Зомби тоже. У меня зомби домохозяйки ходят парой. И Маат Таро тоже очень люблю. Очень классная колода. Очень мне нравится. Так, еще. Вот одна из моих целомудренных колод девственниц. Магический лес. Не распакованная. Вот так вот, как приехала. Стеранковник. И вот так вот и лежит. Не знаю, почему. Хочу отдельное видео по колодам девственникам. Не распакованным. Сделать для вас. Мой горький сахар. Колода. Каллипса нам делала. Всем с колеса судьбы давно. Но мои руны одни. Единственное, я больше не хочу рун. Деревянные. Я их люблю. Хотя ими работаю редко, но иногда пользуюсь. Так, это девианты здесь. Хоть и поган мешочек. Ну, здесь лежат девианты мужа. Что еще? Книга по минеральным камням. Так, что еще у меня осталось? Ага, у меня еще вот такой прикольный коврик есть. Коврик суперский. В общем, я человек вообще ленивый. И у меня такая вот идея была давно. То есть все расклады, которые очень такие, знаете, сложные, я их просто беру, делаю вот на коврике. То есть мне не нужно запоминать, держать в памяти. Зачем? Вот я взяла. Этот, кстати, расклад очень классный. Смотрите. Вот первые три карты. Это прошлое. Это тянется две. Настоящее. Это настоящее. Это перейдет в будущее. Вот эти две. А это будущее. И надолго. Вот такой вот расклад. Мне нравится по нему обучать других. Очень удобно, очень наглядно. Вот. А еще можно вот диагонали брать. Вот еще определенные события, которые будут восходить, которые будут уходить и так далее. Вот. Ну вот это я вам показала свое такое. Ну не ноу-хау, но мне нравятся вот некоторые расклады. Вот иметь коврики под определенные расклады. У меня есть для девиантов тоже коврик. Там есть расклады от Патрика. Вот. И еще вот колода, кстати, вот нашлась. Трифони Делла Луна. Кто не купил, покупайте. Потому что вот говорят, что вот Сергея в одном, по-моему, с колеса судьбы, он сказал, что уже тираж заканчивается. Так что быстренько. Ноги в руки и колоду покупаем. Советую. Я по ней буду еще обзоры делать дополнительные. Еще своими мыслями делиться. Вот. У меня, люди, у меня очень много еще варахла. Я, наверное, все не успею показать. Вот. Но, тем не менее, что-то я вам показала сегодня. Зайченко. Ответы на обычные жгейские эстетические вопросы. С помощью Карпанзеленова. Хорошая книжка. Люблю я Зайченко. И всем спасибо. Так. У меня еще много всего есть. Но, наверное, не буду все секреты выдавать. Все показывать. Ну, и пока, пока на этом все. Пишите, рассказывайте по каким хотите. Картам, книгам, обзоры, видео. Какие вообще форматы вы хотите от меня. Что тут у меня еще? А, это прикольно. Очень Ленорман. Джуди Батшут. Джуди, я знаю. Вот такая Ленорман у меня еще здесь спряталась. Я открыта к любому общению. Я открыта к обсуждению. Пожалуйста. Я с удовольствием прислушаюсь к вашей критике. И к каким-то советам. Ну, и вот второго восьмерок. Как же я 8 марта. Не могу ее забрать. Я ее обожаю. Классная колода. Удобно мне ее тасовать. Если вы ее не купили, приобретайте. Потому что колода будет скоро снята с производства. Она у нее ограниченный тираж. В целом, небольшой. Советую ее. Нравится. Она мне особенно на вопросы бесконечного. Того, что повторяется вновь и вновь. И также у меня есть расклад, который я делала на этой колоде год назад. И можете им пользоваться на здоровье. Я ссылочку оставлю под видео. Расклад именно и был приурочен к 8 марту. Всем тоже его советую. Опробуйте. Потом со мной поделитесь. Ну, и на этом все. Вот, собственно, второй восьмерочек. С вами была я, Ритка Гадалка. Мои многочисленные запасы карт, книг. И желание поделиться с окружающими. Ну, и всем пока. Пишите.